Вообще воспитание детей – это вызов. Почему? Ну, мы думаем, что дети – это такие маленькие, взрослые, они просто, им не хватило размера, а так они вообще взрослые. Недавно что-то я читал, какая читательница прочитала мою книгу «Счастливый ребенок» и сказала, какое счастье, я наконец перестала своей годовалой дочке объяснять, почему неправильно плакать. Ну, действительно, мы находимся в конструкции, что они как-то способны соображать, способны воспринимать то, что мы им говорим. Но правда состоит в том, что наши с вами мозги формируются, вот, внимание, ба-ба-ба-бам, если есть молодые родители, не падайте в обморок, до 25 лет. То есть до 25 лет идет изменение структуры, структурное изменение мозга. Ну, конечно, сначала у нас как бы созревают чьи части коры головного мозга, которые отвечают за зрение, за управление движением, за слух и так далее. Почему дети слушают про этот трактор, синий трактор? Почему слушают? Потому что там музыка такая «дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун». Это все, что вы им поставите Моцарта, они не о летний гараж, потому что для них не музыка, это для них какофония. Им нужно вот такое. Вот. И почему? Потому что слух еще не развит. Вот. Ну, как правило, как говорил Лев Семенович Вогоцкий, мы должны все время чуть-чуть на шаг впереди. Поэтому если он у вас в два слушает трактор, в три слушает трактор, в четыре слушает трактор, то в пять у вас уже будет трактор. Вот. Поэтому здесь очень важно как-то все время как бы продвигать ребенка дальше, хотя, конечно, ему проще слушать к тому, к чему их мозг уже адаптировался. Поэтому первое, что мы должны с вами понять, что ребенок, который рождается с избыточным количеством нейронов, большая часть которых, не больше, но значительная треть, а то и четверть, а то и половина нейронов, которыми ребенок пришел в этот мир, она погибнет во время его формирования, потому что они просто не будут востребованы окружающей средой. То есть разотражители, которые действуют, будут недостаточно для того, чтобы сохранить эти клетки. Клетки же и просто так сохраняются. Они сохраняются у нас только в том случае, если мы смогли их потенцировать, если мы их активизировали какими-то внешними раздражителями. Если ребенок воспитывается в очень неограниченной с точки зрения сенсорных факторов среды и вообще в очень простой среде, в которой нет изменений, трансформации каких-то переездов и прочих каких-то вещей, то у него активизируется меньшее количество клеток. Меньшее количество клеток включается потом в эти нейронные сети, которые в следующем определяют наши интеллектуальные функции, социальные возможности и возможность концентрации внимания. Поэтому первое, что мы должны понять, это то, что он у нас сейчас зреет. У вас зреет ребенок. Он, как вы понимаете, как вы посадили репку, и репка растет. И это долгий процесс. И вам кажется, что он уже взрослый 10 раз, а это все еще растет. И он уже сам думает, что он взрослый, ему 14 лет, 15 лет. Он уже думает, что он вообще умнее родителей, взрослее, и все на свете. Его можно понять, вы тоже такими же были идиотами. И я тоже был. Мы все не соображали-то. Мы думали, что мы ох, ох, да. Слава богу, мы сейчас не можем вспомнить, как это было у нас до сих пор. Тоже мозги сильно изменились. Если бы мы могли вспомнить, как мы радикально думали про жизнь, вот свои 15, 16, 14 лет нам самим стало неловко за собственный, так сказать, оптимизм во всех смыслах. Поэтому, да, и он репка, он зреет. И пока он вот это растет, пока там детка, бабка все выстроятся за этой историей и выдернут его в самостоятельную жизнь, еще очень много времени пройдет. Зреть первое. Вот, но он репка зреет в земле. Это, да, в среде. У нее среда роста у репки, у нашего ребенка, у нее земля у репки, а у ребенка, у ребенка цифровая среда. Мы вообще не заметили, как мы шагнули с вами в цифровую среду. Мы шагнули с вами в цифровую среду, потому что все теперь, по сути дела, у нас приходит нам через цифру. Информация, коммуникация, работа зачастую. Все приходит, развлечения, все приходит через цифру. Раньше развлечения приходили людям, детям через все, песочница, вот, всякие разные. Цирк Шепетоп приезжал, я помню. Сейчас там библиотека стоит, понимаете, напротив парка Победы, метро. А раньше Цирк Шепетоп приезжал, представляете, вставили такую штуку тряпишную, натягивали, и там животные танцевали, понимаете. Это можно такое представить, что это было? У меня бабушка войдет туда. А Луна Парк приезжал, понимаете, события года, шаг недели. А вы сейчас каждый день ходите в любой, понимаете, там у вас все. Кинотеатр был, дружба. Там было два игральных автомата. Один был всегда сломан, а второй был в морской бой. Но в нем тоже нельзя было попасть в корабль, поэтому есть подозрение, что он тоже был сломан. Но вот много было органической среды. Потому что даже в морской бой там вот такая штуковина, а сейчас все пальцы, 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 и все. О, Господи, Боже мой, тяжело жить. Цифровая среда. В нем мы, собственно говоря, с вами будем дальше существовать. И самое страшное, что цифровая среда очень для ребенка, с одной стороны, привлекательна. Потому что у ребенка же познавательная способность, она в самой... Вот вы выучите сейчас язык какой-нибудь с нуля. Сколько вам сил потребуется? А ребенок учится, как будто бы вообще язык осваивает. Он что, откуда он что? Полиглоты изначально? Нет. А как он так быстро язык осваивает? Сложные какие вещи понимает. Человек на нем органично говорит. Почему? Потому что в этот момент мозг, он такой очень рецептивный. Он готов все воспринимать и готов все анализировать, все складывать и так далее. И если он оказывается перед гаджетом, вот, то дальше его просто внимание приковывается к нему. Эти светлые пятна, эти звуковые разряды. Он не видит тех смыслов, которые, возможно, даже вы замечаете во всех этих тракторах, смешариках. И что там сейчас, как бы, я смотрел Двингс в свое время. Не знаю, знаете, вы все это такое. Это вам не фонтазюму. И еще были Братц и другие. И он же не понимает ничего сюжетное. Ему только это вам кажется, что он столько глубокий смысл может вложить в эту бильберду, которую он смотрит. Вот в фильме есть «Головоломка». Там про мозг, хорошее кино. Какой ребенок понимает, что это про его мозг? Это взрослые сидят, смотрят про мозг. А этот ребенок смотрит, там, смешарики. Круглый гнев, круглый тонкий страх, понимаете. Вот, смешарики у него, дым-дым-дым-дым-дым. Он же не понимает. Вы там думаете, что он про мозг, алло, гараж. А он не понимает. Он не способен тех смыслов считывать. Он считывает цветовые пятна. Чем примитивнее постояннее это раздражительное, тем меньше он получает раздражение. И тем в цифровой среде хуже формируются его мозги. Больше количество нейронов гибнет. И меньшее количество связей между разными зонами коры, что и отвечает, собственно говоря, за сложные психические функции, у него формируется. В результате мы должны понимать, что воспитание детей это очень сложно, потому что это репка, которая растет. Во-вторых, раньше репка наша росла, понимаете, на нормальной земле, матушке, удобренной, понимаете, чем Бог послал. А сейчас он растет в цифровой среде, которая достаточно разрушительная и агрессивная для наших мозгов детских. Это как радиация, понимаете. Прямо выбивает оттуда то, что там должно было бы сформироваться. Ну и третье, что нужно понимать. Сейчас я перейду к вопросам, если вы уже устали меня слушать. Сложно его воспитывать. Второе, цифровая среда отвратительна. И третье, вы должны понимать, что мы его воспитываем к будущему, как существование которого для всех является фундаментальной, невероятной, просто загадкой. Значит, нет футуролога, который способен... Ну нет, есть, я вру, конечно. Но они такое говорят, что, во-первых, ужас, во-вторых, это диаметрально противоположные взгляды на будущее. Но раньше вы могли себе как-то будущее постепенно представлять, видеть его, как оно... Потому что оно было линейным, более-менее, понимаете. Вот я воспитывался, был черный-белый телевизор. Знаете? И нам сказали, а сейчас дядюшку у тебя генерал, поэтому ему по секрету, по облату выдали цветной телевизор. И говорит, сейчас приедет цветной телевизор. Ждали мы месяц, может два, может полгода, я не знаю. Но он приехал, цветной телевизор. И я смотрю, а он не цветной, он деревянный. Понимаете? Чтобы в голове не было мысли, что может быть на телевизоре не черно-белое изображение. И все это очень долго развивалось, последовательно, понимаете. Технологии эти. Вот я лежал в детстве в больнице с желудком, дискинезией желудочной водящих путей. И меня там лечили, говорят, это просто супер-мега... Мы лежали в палате, нам дети говорили, это японский зонтик. Это был первый ФГДС. Это вот такая труба была, понимаете, чуть ли не гнущаяся. А вот тебе надевали накол на эту трубу и смотрели, что у тебя там происходит. А сейчас, понимаете, можно просветить мозг работающий, понимаете, вообще. То есть я вам хотел... А у вас сейчас в компьютере, в телефоне, понимаете, и памяти, сколько это... В 80-м году это бы стоило больше 6, а то и 8 миллиардов долларов, ищущительная способность вашего телефона. Вот то, чтобы вы понимали, как технологически все. И мы не понимаем, куда это идет. Чипы, понимаете, вселили в голову. Маск, понимаете, свиней при... При вас трякило уже на чипы. Все развивается стремительно. Вот. Поэтому мы не понимаем, к какому будущему мы готовим. Профессии исчезают. То, что раньше было, как сказать, профессии, которые тебя всегда прокормят, там, и так далее. Я в детстве спросил, а что значит профессия, которая всегда прокормит? Ну вот. Потому что все время говоришь, что надо учиться такому. Ну вот. Ну, говорит врач, ну это понятно, у меня все врачи, какая еще бывает профессия. И мне кто-то сказал, говорит, ну, например, сапожник. Вдумайтесь. Сапожник, то, что тебя все время прокормит. Вот какой сапожник сейчас может выжить, вот мне интересно. Чинить обувь дороже, чем купить новую, понимаете? А самое главное, что фабрики, Adidas уже построил фабрики, где нету ни одного сапожника. Где просто машина делает это все хозяйство. Все, скоро к чему учить? Вот вопрос. И будущее мы непонятно к чему готовим. Итак, три проблемы. Первая. Детский мозг формируется. Очень сложно. Ему нужно все время как бы чуть-чуть усложнять задачи и постоянно вести его в этом процессе. Постоянно давать ему новые раздражители, новые впечатления. Там и так далее. Он просто... Его нужно... Как это? Гребко сидит, тяпкой там, водичкой, там удобрения и все. Вторая вещь. Среда в которой. Если раньше была нормальная земля, сейчас черт знает, что вот это цифровой ад. Это как его воспитывают, как растят в какой-то... В парабирке, в какой-то галиматье растут генно-модифицированные. На самом деле ничего плохого в этом нет, но я поиронизирую. Вот. Да. Значит, и третье. Это для будущего мы их готовим, которое непонятно каким будет. Спасибо.